всем привет всем привет 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 сегодня мы обсуждаем прямом эфире тему питания а именно веганство сыроедение и разные моменты по поводу голодания скажем так за и против какие виды бывают и вообще прямой эфир к нам скоро присоединится оля и мы вместе с ней будем рассказывать как мы докатились до того что пришли на веганство за ничего не виды вроде бы с учетными то присоединиться и мы уже сами вместе будем рассказывать про соли рассказывать про привет 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 как дела отлично у тебя как отлично все у вас похода на хоккете хорошая у вас оля в бангкоке кстати да оля живет в бангкоке уже три года ну нормальная погодка да такая мне головная боль немножко облаков но ничего ну ладно держимся как говорится ольга давай начнем с того что я для наших зрителей про спрашиваю про тебя потому что как пытаюсь я все знают расскажи про сфакции питаешься на данный момент я перехожу на сыроедение я переходил уже несколько раз потом снова возвращалась к веганству но он все-таки хотела бы прожить всю жизнь на сыроедении не знаю что из этого получится покажется у меня это где-то третий месяц с небольшими срывами так можно сказать а скажи пожалуйста зачем тебе переходить давай так давай сейчас объясним нашим зрителям а вот что такое веганство что такое средение на всякий случай такой вегетарианство чем они отличаются то что я думаю не все знают отличия ну вегетарианство возьмем да если самое легкое да это где можно употреблять яйца молочку и некоторые вегетарианцы употребляют рыбу да не для всех это я знаю приемлемо и сам лактовый 3 вегетарианцы они там делятся еще на много но вот самое простое это отказ от мяса и от курицы это вегетарианство веганство когда ты уже полностью отказываешься от любых молочных продуктов понятно это рыба тоже от любого продукта животного происхождения конечно да есть много споров по поводу меда я знаю еще да что веганы многие предпочитают мед не есть говорят что это тоже получается отходы пчел многие едят я к меду спокойно поэтому даже не знаю как на этот четко ответить в принципе не употребляемые то есть вегетарианство еще плюс отказа от мяса естественно просто для меня вегетарианство это отказ от рыбы сто процентов то есть я не считаю вегетарианство это отказ от всего живого то что происходит плавает неважно то есть то что имеет в общем так можно определить вот это вегетарианство а веганство еще плюс к этому отказу еще ты отказываешься вообще от всех продуктов животного происхождения всех молочных продуктов соответственно да от любого животного происхождения ну и сыроедение это уже когда ты потребляешь пищу в необработанном виде то есть сюда подходят фрукты любые овощи конечно же свежие необработанное орехи да самое главное покупать орехи в магазине не жареные не соленые а свежие орехи я к своему сыроедению добавляю немного соевого молока либо миндального да но различных орехов ну и многие употребляют еще каши я в принципе от каши отказалась тоже я хочу заметить я хочу заметить что вот на основе продуктов сырых там овощей фруктов там из какао допустим кокосового масла где люди делают очень вкусные пирожные мороженое в принципе очень много разных блюд на средне то есть это чисто должен брать там есть только баклажан из баклажана очень много вкусных и сырого баклажана чтобы люди понимали что это не так хорошо вот у меня такой вопрос а зачем тебе переходить на сыроедение тебе кажется что это как бы уже перебор что-то матч веган ну веганство это так уже хорошо скажем так для здоровья будет обязательно это вопрос мы еще обсудим зачем вот тебе переходить на сыроедение да тоже тяжелый вопрос которым я сама себе до сих пор задаюсь для меня в принципе веганство уже я наверное может быть достаточно быстро за два года как я веган доросла уже до той степени что я уже не различаю веганство вегетарианство для меня есть пища обработанная это уже то же самое что есть мясо но для моего организма я так чувствую конечно хочется что-то конечно хочется потреблять различные продукты элементарно даже кашу вареную очень хочется но я пришла к выводу что природа нам дает продукты в таком виде к которому мы должны есть как это у нас организм зарождается когда мы только рождаемся когда много лет назад и начитавшись конечно на разных сыроедов разные литературы к этому очень долго тоже шла не был это не было так прийти то есть в один день я стала сыроедом первый раз я начала сыроелить год назад хотела перейти мне понравилось что это интересно что это хорошо но я понимала что организм на данный момент не готов потому что веганила я тогда может быть год я еще много моментов не знала я тогда еще только начинала голодать вот и уже на данный момент после того как я голодаю да мы к этому перейдем попозже я поняла что после например голодания я уже не готова есть готовую пищу не нужны именно такие продукты в сыром виде которыми они есть следующее это далее состояние кожи это состояние волос состояние ногтей а состояние желудка энергия не пятичастое и недостаточно до сна как бы хочешь перейти на средний плане что это как бы именно потребность твоего организма и ты это чувствуешь да понятно оль а вот расскажи пожалуйста как вот ну я мы соли знаем друг друга давно мы еще там два с половиной может три года назад участвовали в марафонах по похудению у моей мамы и улица тоже была и насколько я помню то в этих марафонах очень была популярна типа куриная грудка и все такое вот скажи пожалуйста что было что стало таким переломным моментом я например раньше даже не задумывался задумываться на тему перехода на веганство как это у тебя было плавно через вегетарианство либо сразу на веганство и почему вообще-то начало на этом задумываться вот расскажи пожалуйста я кстати тогда когда познакомилась первого с твоей мамой я была да я ела мясо мясо я не ела я ела курицу мясо я не ела лет 8 наверное уже но это произошло само собой организм просто отказался я не могу есть мясо по поводу курицы я всегда и любит да и мы тогда ее ели я тогда жила на бали и очень тоже сильно увлеклась йогой до сих пор общаясь моим преподавателем с бали и у меня начались проблемы с коленями и мне просто один раз посоветовал бросить курицу есть я просто решила перестать есть курицу я помню мы с моим преподавателем делали йогу медитацию и я всю медитацию как раз направляла на восстановление своих колен я думаю ты меня можешь в этом понятии принципе я йога и медитация увеличила свои колени которые нужно практически двигать не могла вот так вот как бы началась моя вегетарианская жизнь я употребляла только рыбу в основном тунца на бали который там свежим свежий в любом количестве и очень недорогой вот и далее я слышала таких людей как обигана я тогда ничего понять не могла об этом тоже и понятия не имела и просто в один день я помню была я на детоксе и решила посмотреть эти фильмы пока лежу уставшие в постели ну и принципе про то как используют животных какие фильмы сначала я просто смотрела разные фильмы не так наверное даже много животных интервью различных веган как они живут почему они это выбрали да и я задумалась о переходе на веганстве я очень к этому хотела и стремилась это был очень долгий процесс я понимала что я не могу жить без омлета на завтрак без творога это мой самый любимый продукт ну и там различные немного рыбы молочка и да и в один день я уже жила здесь в банкоке мне посоветовали фильм гарри и ровский студентами о кто не знает да очень легко наберите гугли гарри и ровские есть на разных языках его интервью перед студентами я бегала на дорожке и плакала я остановилась плакала плакала работала в офисе в банкоке я пришла в офис сказал все я веган после этого момента я начала быть веган сколько до этого было вегетарианстве а вот я только рыбу получается я немного рыбы ела там может быть уже к тому времени могла и максимум там употребить раз в две недели я ела яйца ежедневно большом количестве очень любила молочку молочку просто легко заменить на соевую здесь нет проблем я и также люблю сейчас даже на сыроедение яйца я даже не представляю как я можно это съесть поэтому а у меня я помню что я считала что я мало молочки перейти на веганство искренне думал что я мало молочки всем всегда об этом говорила а с первого дня моего веганства я просто поняла что я все ем с молочкой вообще все просто мой день начинает с молочки просто она зауалированная там даже это покупаешь ешь мороженое ты не думаешь что ты ешь молочка там это не знаю делаешь омлет я тоже омлеты очень любила смешиваешься с молоком ты тоже не понимаешь что ты ешь молочка вот в общем да понятно короче фильмы тебя сподвигли на эту тему да фильм отрезал все в одну секунду в одну секунду я не ожидала что так будет я сниму кстати вообще не смотрела потому что я теоретически понимаю все это ну сама подошла до этого фильма не смотрела хорошо а скажи а вот ты перешла на веганство а как твоя семья на это отреагировала вообще ну семья то далеко в россии в принципе вся да если мы берем родителей мама у меня такая что она поддерживать если я начала заниматься йогой она тоже пошла на йогу я все равно разговариваю и потом на какой-то момент отступает потом она опять начинать есть моя сестра считает что я сумасшедшая но она далеко вот и это хорошо в плане семьи мужчина мой мы уже познакомились я была веганкой он абсолютно нормально отреагировал ему больше понравилось я не пью алкоголь вот это вот это восхитило а там уже делаешь то что хочешь ешь мясо не ешь мясо главное что я ему не препятствую я с ними разговариваю о вреде мяса я не сижу вот как веганов как потому что до нас не представляет что веган приходит в компанию и начинали говорить какой он веган и над всеми фукать у меня все едят мясо я с друзьями встречаюсь постоянно и никому никогда не сказал ни слова не то что она больше трогает а вот нас больше трогать а на самом деле мы больше трогая у них на 3 миллиона человек 15 миллионов коров и поэтому мне кажется они полностью сделаны из говядины и как ни странно ну здесь в таиланде да ты я думаю знаешь говядины проблемы свинины курицу он уже давно от мяса хотел отказаться было у него он футболист и как считается все спортсменам нужно мясо обязательно без этого не жить не могут какое-то время назад он мне заявил что я когда закончу свою карьеру я готов попробовать отказаться от мяса я даже хочу потому что он искренне считает что например все проблемы которые там желудком есть тяжесть какое-то там недомогание это все мясо может быть за общение со мной за все это время можно написать в комментарии название фильма тут пара человек спросила просто напиши в комментарии да сейчас не могу нажать на комментарий не можешь давай я еще раз как назывался я забыла гарри юровский просто набери гарри по-русски можно дальше юровский и на конце просто без и гарри юровский два года или веганка хорошо понятно слушай ну а теперь ты собралась уже пытаешься давно перейти на сыроедение потому что это требует и вот ты сказал что ты пытаешься но пока не получается вот можешь про это рассказать что это такое ты же как бы организм твой не хочет есть варенку варенка это называется когда продукты обработаны не хочет есть варенку зачем ты даешь если хочешь перейти на сыроедение вот мне непонятно очень прийти впереди что что не так это происходит откаты обратно как происходит как долго на сыроедение мой опыт да очень хорошо что когда все на себе это испытывала конечно смотрела многих сыроедов практически все были с откатами откат и возврат от сыроедения к веганству это да да когда что-то ну я всю жизнь очень любила например шоколад например у нас дома была шоколадная паста сургвая который там просто неописуемый вкус который нам везли трое суток сургвая и там после например первых 10 дней на сыроедение я помню как я открыла и начала ее есть просто ложкой ну вот какой-то с рыб у нас могут быть женские с рыбами все знаем у меня это очень всегда четко просматривается перед мы знаем что да перед циклом у нас всегда какие-то там есть определенные дни может какое-то заедание стресса может быть все у человека может быть потому что мы все еще пока блюдоманы нас растили как блюдоманов мы очень зависимы от пищи все я в том числе у меня в желудка это называю у меня например всю жизнь были хоть у меня очень часто крайности это тоже моя проблема с которой я борюсь я работал с психологом когда-то на эту тему я как к своему питанию уже много лет подхожу очень серьезно если я что-то задумала я и читаю и учу и как говорю работа психологом таким достаточно непростым и достаточно дорогими работала над своим питанием потому что я понимала что что-то не так что я что-то должна что что-то вот мне такое питание не подходит сыроедение меня в принципе полностью устраивает мне фрукты дают все даже можно не употреблять овощи меня нормализовывается вес мгновенно я чувствую как я просто преображаюсь стройнее дамы день страниц чего вот задать вопрос с точки зрения здоровья а сыроедение ну лучше чем веганство или нет для меня да я еще раз хочу подметить что все таки я считаю что такие вещи как голодание и сыроедение все таки подходит не все я не говорю про веганство я считаю что веганство может подойти всем потому что белок можно взять откуда как-то помешан на белке хотя я не знаю сколько я уже толком не употребляю белка и как-то живу нормально здорово абсолютно женщина нет никаких проблем с энергии не с кожей и совсем остальным другим я среди не попробовала сначала просто для интереса ну для очищения перед голоданием после голодания и когда я увидела изменения в себе потому что могу так сказать таиланд это не мой климат не для моей кожи у меня никогда не было проблем с кожей в россии в таиланде начались и когда я вижу очень глобальное очищение своей кожи после сыроедения и все-таки сыроедение знаете это не так как все-таки веганство я могу на месяц прекратить мясо потом поесть если человек решил перейти на сыроедение то это очень серьезная ваше как бы перефермирование вашего желудка работы вашей всей системы и любой откат любое возвращение даже на веганство даже один-два раза варенку любой срыв а вы очень сильно подрываете здоровье своего организма не я недавно это проверила на себе у меня был два раза срыв один день немножко поужинал неправильно и второй день просто на следующий день поднимается температура я себя начинаю плохо чувствовать и когда начала опять как-то все пробую на себе начала об этом читать то да это просто огромная токсикация организма можно сказать организм заболел ну организм заболел то что он сразу заболел это хорошо что он избавляется от этой гадости просто как раз таки плюс сыроедение ну я просто я сама не сред я веган в том плане что если ты что-то съел плохое это сразу из тебя вы да ты поболеешь может день там с температурой но сразу тебя будет гадость они будут складываться там где-то на внутренних органах вот здесь вот я хочу ответить на вопрос дико декор и елена не дает покоя наши веганство сыроедение написал про аминокислоты которые можем брать только из мяса и вот сейчас пишет вот в упор делайте на похудение красоту а здоровье с годами вы увидите позже елена мы вообще не делаем упор на похудение красоту если нам нужно было похудение красоту нам вопрос может был меньше есть и все причем 10 лет мы как раз таки делаем упор на здоровье и на внутренних ощущениях чем отличается веганство сыроедение мы ответили самом начале эфире когда мы закончим его сохраним пересмотрите как можно быть веганом действительно понимаю есть труп у животных это как бы да ого-го а веган так смысл строения смысл строения почему люди приходят на свои душа не хотят быть здоровыми как бы дико вам это не казалось то настроение люди переходят к тому чтобы быть очень здоровыми людьми еще хочу добавить это то и что веганство о чем для меня веганство отличается от вегетарианство растения согласно что это другая ступенья для меня или ганцию по социаль всеге bereits нам это тоже любит нас то было полтора года вегетарианцем что веганство как раз-таки для меня это все, это обратного пути нет. В принципе, я и на вегетарианстве не было обратного пути. На веганство, это ты присматриваешь всю свою жизнь. И ты не только отказываешься от молочных продуктов, ну, от животных, соответственно, уже давно не ешь. А ты начинаешь есть только полезное. То есть на веганстве, вот мне спрашивают, что ты ешь? На веганстве можно столько есть. Это просто тазами, гадости, на чипсы. Чипсы – это веганство. Орехи ешь веганство. Всякая там, я не знаю, макароны, пасту – это все веганство тоже, понимаете? То есть на веганстве можно кучу сесть. Но для меня веганство это сразу как-то стало именно переход на здоровое питание. То есть я не успела побыть тем веганом, который наворачивает стародолчие макароны с орехами и с коколой. Чипсы с колой колой, это люди веганы. Да, да. Чипсы с колой. Нет, так тоже никогда не была, в принципе, да, газированные напитки. Не пила еще, даже когда была мясоедом, поэтому… Оля, скажи, вот знаешь, по твоему опыту двух лет, какие вот ошибки люди совершают, кто вот мир хочет перейти, или как-то кто-то недавно перешел, если нас смотрит. Какие ошибки люди совершают, переходя на веганство, сыроедение, вот большую часть, потому что я часто вижу, например, я часто вижу очень в том же инстаграме веганы, которые называют себя веганами, но при этом как бы недолго продержатся на веганстве, судя по тому, как они питаются. Вот можешь объяснить? Я думаю, прежде чем, конечно, начинать, это должно быть осознанно, да? Первое, я считаю, ты должен осознать, для чего ты это должен. Очень легко переходить на веганство, я могу сказать, по собственному опыту, когда у тебя… У нас какие две мотивации перейти на веганство? Это здоровое питание и защита от животных. Многие переходят, как Гарри Юровский, который вот я посоветовала, он перешел на веганство только потому, что он хочет защищать животных. Он употребляет различные продукты, что в Америке, в Европе очень популярно, которые замена мяса. То есть очень много продуктов, которые похожи на мясо, едят. Я пробовала это. И я подумала, о господи, с таким успехом можно есть и мясо. Для меня это было очень тяжело. Да, как я сказала, уже практически месяц у меня муж только собрался веганить, да? Он, может быть, сказал, может быть, когда-то я рыбу попробую. И вот месяц я уже готовлю там овощи, что на самом деле для меня намного сложнее, чем приготовить кусок мяса. Для него это только здоровье его, да? И для меня это было… Изначально я понимала, что веганство – это и здоровье, и любовь к животным. Первое начало животных, потом уже поняла, что у меня это для здоровья. И мне очень легко по этому отказаться. Это мотивация, которая вот желательно, если ты имеешь эти две мотивации, то я не знаю, как просто можно сорваться. Поэтому я, кстати, советую все-таки многие люди просит меня фильм посмотреть, написать Гарри Юровский, после того, как я пишу, или второй фильм «Земляне». «Земляне». И потом говорят, «Не, я не смогу это смотреть, я буду долго плакать». Ну, а мертвое животное ты можешь употреблять. Лучше, извинитесь, что мы так заговорили, да? Не люблю эти слова, конечно, говорить, потому что потом не соедет в моем инстаграме и на меня нападает, что я пишу гадости про них, что овощи не лучше, фрукты. Это вот первое, что как вегану легко себя замотивировать и как остаться на веганстве и никогда дальше, как мы говорили, не откатываться назад. Вот если вы к этому осознанно пришли, хотя бы к одному пункту, попробуйте развить второй. И я не думаю, что вообще когда-то можете позволить себе откат. Сейчас, можно, у нас вопросы были. Так, значит, первое. У меня подруга три года была на сыроедении, ей тогда было 45. Короче, здоровье у нее ухудшилось и она вернулась обратно. Это первый такой же вопрос. Знакомая стала веганом, она завалила раком крови. Ребят, значит, первое, что хочу сказать про рак крови. А вы знаете, сколько мясоедов болеет раком крови? Это первое. То есть, как бы, скорее всего, я бы сказала, что 100% дело не было не в веганстве. Вот. А то, что касается знакомой, которая 45 лет пришла на веганство и вылезла куча болячек, опять же, веганство, веганству рознь. Это первое. Второе. Может вылезать действительно куча болячек. Их нужно, во-первых, должно быть грамотное веганство, грамотное питание на веганстве, опять же, не чипсы с кока-колой. Мы не знаем, как пыталась ваша знакомая. И таким образом, возможно, она была внутри очень уже больная, просто эти болячки не выходили наружу. А сейчас веганство, этот процесс ускорился, он вышел. Они бы вышли, и она бы дальше стала бы здоровой. Короче, как бы, ну, мы свечку не держали, мы не знаем, чем они там пытались. Она была веганом, которая пила колу и ела чипсы, с утра донышей. Поэтому давайте не будем. Врачи в Германии не хотят веганство. По поводу веганства я хочу добавить, что, что, что мешает дальше? Молочко. Мы не можем жить без молочки. Соевых продуктов очень много. Соевое молоко. Мы не можем жить без мяса. Если это вкусовое, вкусовое пристрастие, окей, я не могу поспорить. Если вам нравится, просто мне не нравится. Тот, кто говорит, нельзя, нельзя взять протеины, других продуктов, фасоль. Мы уже, да, говорили, орехи, зеленые, чечевицы. Богата белками, как любой фасоль по сравнению с чечевицы. На уровень ниже. Киноа. Поэтому по поводу брать все эти элементы, вот не надо рассказывать, это все можно взять. Дело в том, что вы хотите и сколько вы себе будете ставить отговорок. Если нет проблемы, что вам жалко животных, окей, без проблем. То есть здесь немножко, здесь разное. Если касается здоровья, считайте, что мясо приносит здоровье, ну не надо вот этот рак, да, я не начинаю нервничать, не могу. Сколько на самом деле мясоедов? Судьба такая, человек так и так должен заболеть раком. Болячки все выступают. это, но часто, когда переходишь на другое питание, на уровень выше, как я это говорю, но часто болеет, болеющий листок потери, ты сама по себе это знаешь, да? Проблема с кожей сейчас началась. Болячка. Это просто организм избавляется. Да. У него было это внутри, сидело на каком-то органе, и потом начинается чистка, и организм выталкивает эту грязь, эту слизь, эту гадость, какое-то, не знаю, заражение из тебя, и он вот так выталкивает это наружу, известно, это видно уже наружу, а так это сидело внутри. Написала Елена, что она была на среднем, как и овощем, тем более поэтому чистка очень быстро началась. Оля, вот еще пишут, знаешь, про месячные. Ну это уже сейчас мы тема, наверное, голодания перейдем, потому что Оле, я читаю Олю, у нее очень много интересных постов именно про голодание. Да. Самая, наверное, главная такая цель. Я бы хотела вот добавить насчет ошибок, сделать резюме, что самая главная ошибка, это первое, человек не понимает, чем это делать, и, соответственно, у него там то срыв, это то, то и все, и потом это мне не помогло. Никто не помогло. И главная ошибка, это что он ест на веганстве, и коло с кипсами, это тоже веганство, типа. Вот. То есть веганство и даже в розыске. То есть должна быть осознанность и понимание, зачем. Вот. А скажи, пожалуйста, Оля, вот у тебя очень много постов про голодание, я как раз сегодня выхожу из сухого голодания. Расскажи, пожалуйста, нам о том, как ты пришла к тому, что тебе нужно голодать и зачем. И вообще, какие виды голодания бывают. Вот так, чтобы люди были, понимали. Так, значит, голодаю я уже полтора года, даже больше, почти, может быть, два скоро будет. На данный момент у меня сейчас начнется в апреле шестое голодание, и я 15-дневная. Вот. Последнее мое было 10, это максималка. Я тяжело, на самом деле, голодание прохожу. Для меня это очень... Я очень слабая во время голодания, потому что я каждое голодание делаю прямые трансляции, я себе показываю весь день, как это вообще происходит, что со мной происходит. Многие люди пишут, что я вот голодала 21 день, никаких проблем у меня не было. Ну, все разные. Да, мы все люди разные. Второе, да, я живу там в 50-грабусной жаре, третье, у меня веса там, например, лишнего, там, запасных положим, 3 килограмма, а человек, я помню, который мне писал, у него 20 килограмм. Поэтому как бы разные немножко вещи. Ну и плюс, да, на самом деле, выносливость у меня очень большая, за счет того, что спортом занимаюсь всегда. Но вот голодание я уже на 3-4 день валюсь. Хотя... А на чем ты голодаешь вот такое длительное время? Еще раз. Как ты голодаешь длительное время? На воде или на салпах, либо на травмах? Нет, только на дистиллированной воде, без добавления всего. В принципе, начинала я очень неправильно, поэтому во всех моих постах я очень делилась, много писала о том, как я это начинала, как это было неправильно и как правильно. Начинала я так, ага, завтра буду голодать. Все. Поела сегодня рыбки и яиц там вечером и пошла. Вот. И там, сколько там, максимум день я уже начинала, у меня было очень много слез, у меня... То есть, у меня вообще голодание тяжело далось. Я думала, что я никогда не смогу. Первое, что я хочу сказать, если кто-то когда-то решится голодать, многие пишут, я не смогу голодать, как ты долго. Первая проверка, если вы смогли проголодать день, значит, вы сможете и больше. Некоторым голоданием, вообще, моей маме, голодание просто противопоказано. Там такие головные боли, такие мучения начинаются уже через несколько часов. пробовала много раз, не так, поэтому, на самом деле, голодание, как и сыроедение, можно сказать, тоже подходит не каждому. Дальше. Пробовала, пробовала, все неправильно, как-то зашла на 5 дней, посидела 5 дней, на 5-й день практически упала в омрак, ну, потому что я еще поехала в эти дни делать визу в Лаос. Вот. И потом уже более серьезно к этому начала подходить. Я, в принципе, смотрела фильмы, но самое главное у нас в голодании что? Это не само голодание, а это вход и выход. Нельзя остановить объевшись, нельзя выходить объевшись. Я знаю люди, которые как раз мне про голодание начали рассказывать. Я видела, как девочка съедает утром после дня голодания столько, сколько она за неделю съедает. Вот такие тарелки, там, мясо она весает. Поэтому, да, если интересно, можно почитать. Я все описываю, и как я выходила, потому что иногда последний раз после 10-дневного голодания выходить надо 5 дней на соках. Первый день стараться на воде с лимоном уже во второй половине дня нужно употреблять соки разбавленной водой. На день третий уже можно чистый сок пить. Я, например, помню, на третий день поела тофу. Вот, ну, хотела я, но съела я так, потому что с соком. Но есть такой, да, не всем и без грешка. Вот, ну, по крайней мере, тофу, он достаточно легкий, поэтому проблемы после этого не имеют. Ой, слушай, у меня вот сейчас, ну, я голодала на сухую, я думаю, сейчас по этому расскажу. У вас же у Оли есть, значит, такая в ее блоге, они по средам дружно, по средам, да, дружно голодают на по средам. Что такое на сухую, это когда ты не пьешь даже воду. И у меня прошло нормально, вот, я вчера голодала на сухую, прошло совершенно нормально. И вот если бы не надо было до этого два дня входить в это, голодать, там, три даже дня, и, нет, два, два, Кать, а, Кать, моя подружка меня смотрит в прямом эфире, Кать, привет. Вот, если бы не надо было два дня входить в это голодание, и потом еще, ну, сутки выходить, даже двое, да, то я бы прямо, если бы можно так, оп, я завтра голодаю, и сразу такая поголодала, то я бы с удовольствием вот этот вход и выход, блин, но я понимаю, что без этого нельзя, иначе как раз-таки люди говорят, я голодала, я падала в оморок, и вообще мне не пошло, и так далее, потому что уже грамотно входить и грамотно выходить, естественно. Ну, в принципе, пожалуйста, да, если вы решили голодать, почитайте, либо Поль Брек, это вот самая популярная книга, называется «Чудо голодания». У меня уже многие ребята, кто меня следует, и мои посты прочитали, кто хотел более серьезный его книгу, несколько девочек не писала, уже купили. В принципе, в моих постах достаточно о голодании, но, да, вы только сделаете себе хуже, и потом, там, не дай бог, какая-нибудь там язва или какие-то болезни, и будет виновата во всем, что голодание. Просто человек даже не учел, что он это делал в шайне. Про угодно, какое голодание, там, может кто угодно присоединится к нам в среду, очень активно поддерживаю девочек, хотя сама уже... Вы входите в это такое голодание, или, так, грамотно входите, или нет? И я надеюсь, что девочки грамотно входят. Я к голоданию... То есть, ты объясняешь, как входить, да? Конечно. Все-таки я к голоданию подготовлена каждый день. Я могу с любого завтрашнего дня начать голодание, просто вечером. Даже когда-то уже сыроед, или вот веган, и все такое было достаточно чисто, я старалась... Я немного ела, что готового, даже уже, когда веганом была. даже можно поесть элементарно те же самые фрукты, необязательно сок и спокойно пойти на голодание. Просто там это желательно не банан, да, манго, достаточно такое... Сейчас, извини, пожалуйста, декор, Елена. Ну, что мы вам дорогу перешли, что ли? Все, не даем мы вам покоя нашим голоданием и веганством. Все у нас хорошо, и надо мне кого-то в прямой эфир пригласить, кому, я не знаю, там, за 50-е кто-то тоже увлекается голоданием, наверное, и веганством, и кто здоров, и счастлив. Все у нас хорошо. Декор Елена. Я просто, не знаю, у человека сердце разрывается, же видно. Оль, вот тут вопрос, смотри, при эпилепсии и мигрене можно ли голодать? Как у тебя я думаю, вот... Я, нет, я не... точно-точно эпилепсиком я ничего не могу сказать, потому что я не врач, и я с эпилепсией не знакома, как с болезнью. Я о ней не знала ничего. Я быстро хотела бы сказать про сухое голодание. В основном мы сразу с девочками сейчас начинаем сухое. Я просто даже не знала, что такое сухое голодание. Я о нем даже не читала. Я всегда сидела на воде, и просто один раз прочитав, попробовав, и сейчас я уже много постов практически пишу о сухом голодании. И хорошо, что это как раз сухое. Кто верит в голодание, один день сухого голодания равен 3 дня голодания в воде. Если на голодании на воде у вас организм сжигает и жир, и мышцы, то на сухом голодании он сжигает только жир, он мышцы не срогнут совсем. Если вы, ну, конечно, при правильном выходе. И следующий плюс на самом деле сухого голодания, я сначала это сама поняла, потом еще и прочитала. Когда вы не в сухом голодании, вы хотите пить, и вы думаете о воде. Когда вы пьете, вы хотите еще и есть, и вы думаете о еде. Поверьте, думать о воде намного легче, чем думать о еде. Оля, я только сегодня, ну, вчера, я когда была на сухом голодании, я думала о воде. Сегодня мне можно воду было с утра, там, первый поле дня только воду я пила, и то по чуть-чуть, вот, а после, ну, второй поле дня уже соки зеленые, вот, ну, и с ананасовым, что-то мне так, в общем, научили, вот, и, я, кстати, мой муж вышел в прямой эфир, а? Мой муж, кстати, вышел в прямой эфир, он ничего не понимает, конечно, но смотрит. Красивый, я вижу по аватарке, вот, и, а сегодня я пью эти соки, думаю, съесть там, что-нибудь, короче, уже знаешь такое, посолиднее, думаю, вот как у нас устроен мозг, реально, ты правильно сказала, что мечтать, ну, не мечтать, как бы, даже особо не мечтаешь, и так, когда два дня, один день я вообще легко прошел, думать о воде гораздо легче, чем думать о еде, это серьезно, это так, но еще раз, кто, например, соберется, переходить на свое глодание, ребят, нужно это делать грамотно, грамотно входить, грамотно, знаете, вот, Оля, Оля, у вас, вы как, по средам, голодайте, сколько у вас там человек? Да, я хотела сказать, что человек много, в районе, мы переписываемся в районе 5 человек, потому что кто-то приходит, уходят, вот, постоянные, ну, да, да, у меня есть две очень большие статьи в инстаграме, о том, как подобрать себе день, я подобрала себе среду по определенным причинам, там есть первая, знак у зодиака, я рак, мне среда подходит, и второе, каждый день голодание, он по-разному влияет на организм, среда очень хорошо способствует метаболизму, и вот у меня, вот это такая зашоренность еще до сих пор, с моего, прошлого, давнего, что у меня были проблемы с метаболизмом, вот мне все хочется в этот день, там есть пятница, это Венера, это для красоты, понедельник, для хорошего пищеварения, то есть можно еще прочитать, там, и определить, там есть две разные статьи, как подобрать себе свой день, еще очень придерживаюсь такого знака, что в тот день, который мы родились, вот я родилась в среду, это самый благоприятный день всю твою жизнь, поэтому я придерживаюсь именно среды, и мы там дальше, как раз девочки, которые остались со мной на среду, у них тоже именно определенные, то ли они по знаку зодиака ко мне подходили, то ли тоже кто-то родился, то ли им тоже вот интересен метаболизм, и поэтому они тоже ко мне присоединяются в среду, я потом была уже обязательно, какие они мне писали благодарности, ну, наверное, в сторис, особенно про первый глоток воды, у меня об этом очень много люди, которые первый раз пробовали глоток воды. А как вам можно присоединиться вообще, как вам можете написать? Мне писать в директ в инстаграм, да, я, наверное, все-таки создам общую группу, потому что я с каждой общаюсь индивидуально. Мне кажется, вот с вами можно там все вместе переписываться, как-то нужна. Да, да, в инстаграме и в телеграме надо создать, совсем индивидуально. Я, вот, у меня девочку одну перевела на сырые деньги недавно, но она на время уходила, то есть мы спокойно ее вводили, спокойно выводили, вот девочка с одной на голодание ее, как раз в апреле я начну голодать и рассказывать каждый день, какие эмоции я... В прямом эфире тоже, да? Это, да, я выкладываю и сторис, прямой эфир и свои ощущения, потому что тоже очень интересно, это не всегда встретишь, а там очень всего интересного, особенно о голодании, потому что это все-таки очень сложный процесс, как меняется организм. Но нам вот задали вопрос, что дает голодание? Похудение? Давайте так, я тоже, если меня об этом много писала, если вы подходите к голоданию как похудению, то это не ко мне, я голодаю для оздоровления организма, для очищения организма, потому что, несмотря даже на то, что я два года беган, организм до сих пор, мой даже, зашлакован до такой степени, что, ну, это на самом деле сложно передать, потому что, да, любое длительное голодание нельзя обойтись без очищения организма. И, конечно, мы наблюдаем, мы это видим, и мне до сих пор на это страшно смотреть, до какой степени он у меня засорен. Если вы голодаете ради похудения, то у вас будут сниться вам и бегать за вами ночью гамбургеры, бутерброды и все остальное. Поэтому нужно здесь подходить немножко с другой мыслью и немножко с другой головой. Также вот то, что изначально все хотела сказать, что если вы решили стать веганом, сыроедом или голоданием, без практик, как раз, да, Яна, к йоге, к тебе, я йогой была увлечена, сейчас немножко не так, но все равно на данный момент, если я перешла на сыроедение, и я понимаю, что без йоги хотя бы 10 минут в день, сыроедство уже не влияет на организм так, как оно должно влиять. Я просто больше медитациями увлечена, вот, на данный момент сейчас не надо химинг больше, но без различных медитаций, если вы не так увлечены йогой медитацией, хотя бы это должны быть молитвы, да, что-то должно быть, какая-то духовная составляющая, потому что веганство у нас очень сильно влияет, так же, как и голодание. Я хочу, знаешь, еще сказать вот насчет похудения. Если вы хотите сейчас, например, поголодать с целью похудения, не голодайте, потому что вы еще не готовы к голоданию, и это голодание, оно, скорее всего, вам никакой пользы не принесет, потому что... Ну, неправильно вы у него войдете. Потому что до него вес возвращается, потому что вес после голодания возвращается. Неправильно же вы из него выйдете, вы потом еще больше будете объедаться. Как бы веганство и голодание, это вообще не сыроение, это не похудение, это о оздоровлении организма. Вот. Вот так. Привет, Юр. Привет, Юр. Вот. По поводу еще голодания, да, это... С чего я начала относиться голодание серьезно? Я знакомлюсь с девочкой, которая... Она вегетарианка. Она есть морепродукты. У нее такое свое вегетарианство, да, как мы... Нет, это многие считают по-разному, как мы обсуждали. Ну, да. И здесь... Она живет здесь со мной в Таиланде. Она идет ко врачу в один день. Проблемы у нее гинекологические. И ей ставят киста. Могу сказать, что уже... Я не на своем опыте, но это все было на моих глазах, что голодание, оно как раз-таки съедает многие болячки, которые у нас есть внутри. Съедает. Потому что когда организм перестает поступать пища, он начинает питаться внутренними запасами, да. Первым делом это жиры мышцы, само собой, без этого никуда не деться. И различные заболевания. Это называется аутофагия, по-моему. Не знаю. У меня спросили, есть ли у меня дети. У меня детей нет. Я не так давно вышла замуж, и детей мы планируем. Поэтому будут скоро. У вас будут очень красивые дети. Да. Вот это красивые дети. Я не знаю, что мешают дети, потому что у меня есть друзья веганы, сыроеды и голодающие, у которых есть дети. Я вот просто... А они не мешают? Конечно. У меня... Говорили, что у меня муж ел долгое время мясо, я ему готовила, и я на все дни голодания я готовлю дома, я готовлю пироги. Я, кстати, во время голодания для меня легче готовить, чем не готовить. У меня... Я люблю готовить, и для меня это, как бы, как сказать, наверное, меня больше отпускает. От этого мне становится легче. Я где спокойно отношусь во время голодания? Так вот, к девочке быстренько, да, девочке поставили диагноз киста, и нужно было ложиться за следующий день на операцию. Она ничего не знала, о каком голодании, она не входила в него правильно, она выходила из него правильно. На 11-й день, 10 дней она села на голодании, она пришла ко врачу, кисты нет. Она вообще говорит, вы сделали... Это было на моих глазах. Я уже голодала на нее, и мы познакомились, когда она была на голодании, и я говорю, очень приятно, когда я все это знаю, но я голодаю, но я не могу как бы об этом рассказать, потому что у меня нет болячек. Когда я это увидела, вот, и она счастливая, это безумие, больше она на голодании не сидела, она достаточно такая девочка худенькая, но во время беременности тоже будете голодать. Конечно же, во время беременности голодать не будут. сказать, что во время беременности противопоказано сухое голодание. Просто денечек, например, на водичке... Кать, можно? Кать, вопрос тут задаю. Беременным на водичке можно денечек поголодать? Беременным на водичке. Зависит от того, голодали до этого. А, у меня просто тут есть сидит беременный веган-сыроед тут рядом, поэтому голодальщик, да, продвинутый. Зависит от того, Катя говорит, что голодали вы ли до этого и как вы собираетесь голодать. Ну, конечно, там много стали, но во время беременности нужно быть, конечно, очень аккуратной и сухой. Слушать себя, да. Вот я думаю, когда я буду беременной, если мне придет это в голову, я, конечно же, это все изучу, потому что я ко всему подхожу достаточно серьезнее, чем когда-то тогда, и слава богу, что мозги прибавились за два года. Если будет такой опыт, конечно, обязательно я хочу. На данный момент я не рассматриваю голодание и беременность вообще, то есть соревнованное сыроедение и голодание я рассматриваю. Но если я пойму, что мой организм требует, да, чего-то особенного, я не думаю, что он требует мяса, готовой пищи, да, я перейду на веганство, но главное это сделать с умом, да, как я уже говорила, если вы хотите куда-то войти или куда-то выйти, даже на такой момент, как сыроедение, если вы куда-то пите, надо делать аккуратно. Это не как у меня был срыв, я говорю, я поела, а это спокойно-спокойно вводить, потому что для организма все это очень прохладно-спокойно-спокойно. И еще по поводу сыроедения легче сыроедству выйти после долгого пребывания на сыроедстве, чем когда ты сидишь в какой-то коротком сыроедстве и ты выходишь. Почему? У меня организм сейчас на сыроедении начал только очиститься, он все свои силы кидает на введение там токсинов и всего остального, а я тут опять закидываюсь с токсинами. Поэтому и он не понимает, что делать. А когда уже организм долго на сыроедении, он спокойный и что-то вдруг попадет в него, то, что уже для него ненормально, он спокойно просто с этим справится, потому что у меня будет цена энергии с этим справиться. Да, я поняла, Оль. Смотри, вопрос, а можно оставаться блюдоедом, но не практиковать периодически голодание? А, но практиковать периодически голодание? Я вообще считаю, что, да, надо стараться выходить из-за правильного это понимания. Вы понимаете любые, которые хотите, но надо относиться к еде, начинать спокойно, потому что, как это бы не звучало фринскорно, даже если это относится ко мне, мы очень зависимы от еды. Я очень про это много читаю и понимаю, что я на 100% до конца еще не выбралась из-за этой паутины. Голодание с блюдоедством, да, если блюдоедство вы считаете как мясо, можно практиковать, просто у вас должно быть один-два дня вход и два-три дня выход после голодания. Вход и выход это хотя бы просто убирание всех тяжелых продуктов. это у нас мясо, орехи и все остальное. Перейти там, например, один день оставить уже каши, фрукты, овощи, следующий день там желательно уже и каши убрать, уже перед днем голодания легкие фрукты можно заменить на какой-то фреш. Да, голодание и выход каждый начинает вода, вода там либо с лимоном, фреш, вечером уже можно употреблять фрукты. Я говорю сейчас о коротком голодании, либо о трехдневном. Если это длительное голодание, да, как у меня 10 дней, надо выходить из него 5 дней. Любое голодание, выход после любого голодания должен быть 50% дней минимум по дни сколько вы голодали. Поэтому даже те, кто едят мясо, они могут голодать. В общем, у нас ответ да, можно, но осторожно. Да. То есть просто сегодня вот сейчас вы сидите смотрите наш эфир и наматываете там, наматываете себе еду, да, едите, едите, что-то надо на сухую поголодать. Вот так нельзя делать, никакой пользы вам не принесет. А если вы такие, так, на следующей неделе в среду я с Олей поголодаю, тогда, да, можно начать готовиться и так далее. вот так. Да, пишите заранее, я скину ссылку на этот пост, потому что там описано все вдоль и поперек о входах, о выходах, о личном, о личных опытах, потому что на самом деле прочитала, прослушала много, поэтому все достаточно легко, все откроется. Пишут, я хочу стать веганом, но сила воли... Да, мы уже про это как раз разговаривали, я думаю. У тебя походство подойдет, у меня темно. Мне кажется, сила воли с веганом стать не нужна. Голодание, да, там нужна сила воли, я согласна, особенно уже на какой-то там пятый-шестой день, когда ты не можешь ходить, а ты едешь с друзьями на водопад, и ты еще водишь машину, при этом только одна единственная. Там, да. По поводу веганства, мы сказали, у вас должна быть мотивация и четкое осознание, для чего вы хотите стать веганом. Ну вот, написали ответ внизу, ты видишь комментарий, да, Оль? А, ну вот, да. Для веганства не нужна сила воли, правильно, нужно осознание, желание и понимание, зачем. Просто такое веганство, это модно, я перейду на веганство. Вы не сможете так перейти на веганство, вы потом перейдете обратно еще хлеще. Очень много веганов, которые из-за моды типа стали там веганом на год, не знаю, на полгода, потом просто начинают наворачивать, наворачивать такое, что лучше бы они до этого веганами не становились, а питались как раньше. Вот. Я знаю тех веганов, которые веганы на людях, а которые потом как раз-таки дома закладывают себя, как не хотят. То есть тоже это мода. Я уже сказала, две мотивации у вас, животные или здоровье. Все. Если они две, считаются, как по мне, подошли. Пишут от кофе девушка, которая написала, что она хочет стать веганом, но с силой воли пишет, что она не может показаться от кофе. Как ты можешь это прокомментировать? Я могу прокомментировать, что это мой грешок тоже, очень большой. Кофе и веганство, они совпадают? Да. Не совместим. На веганстве я всегда пила кофе, но у меня другая проблема. Если бы я себе позволяла бы одну чашку кофе в день, я на это бы внимания не обращала. У меня, я, ну, сейчас уже до восьми я не пью, как раньше. Сейчас как-то успокаиваюсь, но, да, кофе моя болезнь тоже, поэтому тут я еще над этим работаю. Не все мы, не без грешка, не все мы идеальны. На сыроедении нельзя чай, нельзя термально обработать. Можно заварить, себе залить не кипятком, а теплой варишкой тракку настояться. Это как место чая. Что касается кофе, даже можно делать капучино и так далее, просто на соевом молоке, на кокосовом молоке. То есть люди, на самом деле, которые думают, что веганы и там сыроеды, и уж молчу про вегетарианцы, едят все подряд, ой, не едят ничего, нет, все можно есть, всему есть замена, понимаете, в том-то и дело, что это как только кажется. Оль, да? Я еще помню, когда писал, ты же рассказывала, писали про болезни, что были веганом или сыроедом, потом выходили из болезни. Я просто тоже видела много людей, которые, я веган, и начинают есть какой-то один продукт, два продукта, не забывайте, да, что когда питание, да, которое сейчас, как мы называем это, мясоедство, вы питаетесь много различными продуктами, когда люди переходят на какое-то питание, они вот купят, покупают себе помидор, огурец, там, и банан, и вкладывается только это, тоже должно быть питание, должно быть очень широким, потому что в каждом фруктах, в каждом бобове, в каждом орехе, в овощах разные микроэлементы, да, скажем так, абсолютно все разные, и поэтому нужно тоже свой рацион делать разнообразным, достаточно разнообразным. Да, еще вот я хотела бы отметить, я, например, очень плавно на все переходила, на вегетарианство я переходила два года, в течение двух лет я шла к вегетарианству, я ждала, когда я созрею головой, я знала, что когда я созрею головой, у меня все получится, а на веганство я переходила полтора года, опять же, полтора года я шла к веганству, и я ждала, я себя вообще не насиловала, я просто ждала, когда ко мне придет осознание того, что, блин, какая-то жесть, ну просто, вот эта вот вся молочка, которая на корове, молоке, что ты просто, ты сам себя убиваешь, вот когда ты честно в это поверишь, тебе не будет вопросов вообще про силу воли, это как, знаете, у меня нет силы воли, я не могу там есть, не знаю, не есть птичий помет, ты же не будешь к ней есть, ты же не ешь, как я люблю, приводить пример, ты же не ешь собаку, а есть те, кто едят собаку, и они их любят, понимаете, есть те, кто платит за это большие деньги, ну это вообще, то есть тебе просто как нонсенс кажется, есть молочку и есть мясо, это просто, ты понимаешь, весь трэш из индустрии тебе не будет вообще хотеться, это порыв души у меня был. Да, по поводу голодания, ребят, я на голодании и с друзьями ходила в рестораны, и сидела, смотрела, как они едят, это опять-таки все мотивация, вы замотивированы, насколько вы хотите пройти этот путь, потому что, ну то, что дает голодание, не только мне вообще, в принципе, тем людям, которым оно подходит, у меня тоже все это описано в постах, но это не рассказать, даже сейчас, мне кажется, за час, голодание это мой конек, я о нем могу говорить бесконечно. Коля, а кому оно не подходит, вот можешь сказать, у нас совсем мало времени осталось, вот кому оно не подходит. Я еще раз говорю, голодание не, попробуйте, если вы, у вас не получается проголодать один день несколько раз, то голодание это не ваш конек. То есть, если вы себя чувствуете нормально после одного дня голодания, то можете пробовать потом дольше. Пробуйте один день. Мы говорим про грамотное голодание, мы не говорим, что завтра решите голодать, нет, мы говорим про грамотное сейчас. Мне первый день голодания дался на раз пятый, нет, я голодала целый день, но у меня были психи, истерики, я плакала, я плакала. Это просто представьте, до какой степени, даже просто от того, что вы не потребляете пищу, у вас выходит негатив. Так у меня выбрасывались различные отрицательные эмоции, потому что, я еще раз повторю, веганство, сыроедение, голодание, это не только питание, это еще и внутренний мир, про который, я думаю, Яна с йогой может рассказать очень много. Я просто настолько йогой сейчас уже не увлекаю. Вот, я здесь. Хотела сказать, что это и упустило мысль, значит, мысль была не так важна. Да, Оля, ладно, у меня уже совсем темно, да, я думаю, у нас время уже, час же марки. Да, уже три минуты там осталось, да. Где посчитать о грамотном голодании? Только-только мы вам говорили, вот как раз две минуты у меня, отчет обратный. Говорили, книга Оля советует, Поль Брег, я даже написала сверху в комментариях, Поль, оказывается, Брег и пишет с двумя Г. Брег, да, называется «Чудо голодания». Как еще раз называется? «Чудо голодания». «Чудо голодания», да. Эта книга была написана, по-моему, в 80-х годах, да? Короче, очень-очень давно. И в конце я хочу еще отметить, что в 2016 году по медицине получил Нобелевскую премию японский ученый, который доказал то, что такое голодание полезно и необходимо всем. И ему вручили Нобелевскую премию, ребят. Поэтому не ленитесь, почитайте. Просто Нобелевская премия за голодание 2016, видите? Потому что за час нам тяжело рассказать с Олей. То, что мы нарабатывали годами, да. Да. Хорошо, ребят, спасибо вам большое. Заходите к Оле на страничку, очень интересно, люблю ее читать. Вот. И на мою тоже заходите. Вот. Я вам спасибо большое, Дмитрий. Я, наверное, что не поделюсь своим опытом, опытом о сухом голодании тоже. Вот. Частично мотивировалась тоже Олиными постами, кстати, Оля. Спасибо. Вот. Все. Всем хорошего вечера. У нас уже не ночь тут. Спасибо. Спасибо.